Симпатичный зверек Симпатичный зверек Симпатичный зверек Конечно, не в Южной Америке сняты эти кадры. Есть в Горьковской области звероферма Затонского лесхоза, на которой задержат сейчас более трех тысяч нутрий. Симпатичный звероферма Институт находится в городе Кирове. Была окончательно решена проблема расширения нутриеводства. Была усовершенствована методика полувольного разведения этого ценного грызуда в условиях севера. Вот я и сказал наконец-то ценного грызуна. В чем его ценность? Конечно, в шкурке. Мех нутрии это легко, тепло, прочно и красиво. И уже очередная задача встала перед учеными. А что, если попытаться вывести нутрий с новыми расцветками шкурки? Симпатичный звероферма Показатель хорошего физического состояния животного блестящий, глянцевый волос. Чем это лучше достигается? А тем, если молодые нутрии будут все лето находиться в водоеме в полувольных условиях. Кормятся они корнями, стеблями и листьями разнообразных растений, которые почти не поедают другие животные. Не брезгуют моллюсками и другими доступными им кормами животного происхождения. А от человека получают питательную подкормку и защиту от хищников. Замечу, кстати, что нутрии не ловят рыбу, но улучшают условия в водоеме для ее существования. На воле молодые нутрии растут быстро. Благодаря своей природной склонности к оседлому образу жизни держатся дружным стадом. А привычка их к определенному распорядку дня, я имея в виду раздачу подкормки в сопровождении звукового сигнала в одно и то же время, позволяет удерживать поголовье на нужных местах угодней и отлавливать зверков даже руками. Продолжение следует... Когда приходит осенний отлов, в первую очередь ловят самок. Все они уже готовы к щенению. И до наступления холодов их необходимо разместить на ферме. Отловить удается почти всех нутрий, выпущенных на воду. Ну а беглецы, их правда бывает немного, далеко не уходят. Вот и этот напрасно отважился на такой поступок. Субтитры создавал DimaTorzok Удивительно неприхотливые эти зверки и болеют редко. Охотно берут корм прямо из рук и вообще ведут себя, как давно свыкшиеся с человеком животные. И здесь уместно сказать, что разведение нутрий – дело перспективное и для приусадебных любительских хозяйств. Судите сами. Способность питаться дешевыми растительными кормами, большая плодовитость, вкусное диетическое мясо и, наконец, ценный мех. Мех. Мех красивый, разноцветный. Мне иногда приходится слышать недоуменный вопрос – зачем тратить время, средства, труд, нововведение новых цветных типов? Не проще ли, не легче ли окрасить готовый мех? Конечно, современная химия может сделать многое. Но ведь естественная окраска всегда лучше. Она обладает такими оттенками, которых не достичь путем искусственного украшения. Создание новых цветовых типов всегда трудный поиск. Трудный и творческий. Получение новых цветовых вариаций пушных зверей, как и сортов растений, требует иногда всей жизни селекционера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот дикое стандартное нутрие, которое обитает в естественных условиях. В настоящее время на ферме института имеется 13 цветовых форм этого зверка. За последние два десятилетия ученые в лаборатории разведения пушных зверей вывели три новых цветовых формы. Это золотистая, пастелевая и снежная кировская нутрия. Вот цветные нутрии, которых мы использовали при получении кировской снежной. Брали белую итальянскую стандартную, получили серебристую. Параллельно золотистую скрещивались белая итальянская. Результат лимонная. А когда скрестили лимонную серебристой, получили лимонную серебристую, золотистую, белую итальянскую. И вдруг еще и снежную. В дальнейшем путем чистого разведения были получены чистопородные снежные кировские нутрии. На всесоюзной выставке пушных зверей снежная кировская удостоена диплома ВДНХ. А несколько лет назад мантоз, шитое из снежных кировских нутрий, отмечено было большой золотой медалью на лейпцигской ярмарке. Но что же происходит на водоемах, когда зима? Забот немало. Проверяются, ремонтируются клетки, строятся дополнительные убежища, подкормочные площадки, проводятся различного рода биотехнические работы. А еще и хищников надо отловить, их немало, врагов наших разноцветных питомцев. В общем, зимой готовятся к весне. Пришла весна, снова нутрием в дорогу. Давно я работаю с нутрием, кажется, много о ней знаем. И все-таки порой удивляюсь, казалось бы, избалован зверек условиями американских тропиков, а ведь легко и быстро приспособился к нашему климату. А как не удивляться его выносливости? Даже многокилометровые переезды переносят легко. Пока везут нутрий к водоему, еще хочется сказать, что на звероферме в Горьковской области с каждого гектара бросового водоема получают осенью 15-20 шкурок нутрий и не менее 30 килограммов мяса. В недалеком будущем это первое крупное племенное хозяйство по снежной нутрии. Но, конечно, главное достоинство нутрии в шкурке. Из них шьют очень красивые манто, жакеты, большой спрос на головные уборы и воротники из цветных зерков. Их сегодня 13. 13 цветовых типов нутрии. Но скоро будет значительно больше. Поистине пушистая радуга. И еще скажу в заключении. Сверохозяйство Вятка первое в нашей стране широко начало разводить цветную нутрию. А сегодня ею занимаются в Прибалтике, на Украине, в Кавказе, в Средней Азии, на Урале, в Сибири и даже на Камчатке. Но, кажется, наши нутрии вновь хорошо перенесли дорогу и уже обживают водоем. Здесь им быть все лето, до осенних заморозков. Симпатичные зверки, не правда ли? Симпатичные зверки, не правда ли? Симпатичные зверки, не правда ли? Симпатичные зверки, не правда ли?